Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Нынче я решила посадить свою зелень необычным способом. Как я уже говорила, несколько лет иногда бывало, что я посею редиску сплошной грядкой, она не успевает сформировать полностью, все не успевают свои плоды, до высадки томатов, перцев, и нам приходилось иногда выдирать целую грядку. Нынче я решила сделать по-другому. Поэтому я вот начиталась в комментариях, и люди говорят, что очень удобно сеять вот эти вот посевы между, ну то есть заранее разметить вот эти все лунки, и сеять редиску и лук между лунками, чтобы потом сохранить и раннюю зелень, и высадить еще томаты. Вот лук я уже посеяла вдоль бортика, я вам показывала, трехметровую такую дорожку в две луковицы я натыкала. Там вдоль дорожки будет у меня салат, здесь будет укроп или наоборот. И теперь я хочу сюда же вместить редиску, чтобы можно посеять не только скороспелые сорта, но и сорта нормальные, вот такие с крупными головками, как я люблю. Для этого что нужно сделать? Я вот знаю, где у меня центральная дорожка. У меня центральная дорожка 50 сантиметров. Я сейчас веревочки натяну, я знаю, где у меня вот эти вот лунки. Тут у меня еще одна дорожка, примерно такая же. Я просто-напросто сейчас разровняю весь перегной, который мы осенью наносили. Ясно, что ни на этой, ни на этой дорожке я сеять не смогу. Мне нужно, значит, вот эти грядки, которые будут у нас под томатами. Вот, не знаю, тут два варианта. Или их осторожно вскопать и наметить лунки сразу, или просто наметить лунки, могу поставить палочки или что-то, и между ними взрыхлить и посеять редиску. Но я боюсь, что если я сделаю так, потом при вскапывании лунки я поврежу, могу повредить редиску эту. Вот я сейчас сделаю два варианта. Один вариант сделаю сначала вскопать, сделать полноценные лунки, потом уже посеять редис. А второй вариант попробую наоборот. Не вскапывая, прорыхлить под редис, посеять. Просто наметить, где лунки. Я потом скажу вам, как удобнее, но я хочу нынче все-таки как-то изловчиться, чтобы и редиску посеять, потом высадить сюда томаты, а редиска, чтобы в это время росла, потому что томаты первое время, они же маленькие совсем, они не будут мешать редиске. И мы и редиску всю съедим, и еще томаты потом вырастут. Вот из-за этой нехватки земли, что, как всегда, территория кажется маленькой, хочется и одно, и другое, и третье, и четвертое. Вот будем как-нибудь... Я просто хочу с вами делюсь сразу, что может быть кто-то эту мысль тоже вот у себя в голове прокрутит, и может быть тоже сделает так же. А может быть еще придумает какой-то еще ловчее вариант и поделится с нами в комментариях. Все, до свидания. Вот с вами была Ольга Чернова. Стараемся как-то вместить в киплицу все-все-все в одну.